Эта работа, это уникальная работа. Я её очень люблю. И, к сожалению, она не передаёт всей той красоты, которая на самом деле есть, от оригинала. Вообще она очень большая. И находится она в Мадриде, в Прадо, музей Прадо. Мы однажды были на экскурсии с ребятами, и ребят двигались как-то хаотично по всему музею, что-то высматривали, смотрели. Потом я смотрю со стороны, они остановились вот такой вот с цепки. Один встал, второго притянул, поставил. И они стояли, и я со стороны только наблюдала, что же они там смотрят. Потому что они убежали вперёд быстро, мы проходили это дело сначала медленно, поэтапно. Они остановились у этой работы. И когда я подошла к ней, я увидела, что она цепляет так, что мы не могли от неё отойти. Она очень больших, огромных размеров. Она очень яркая и идеально выписанная. И она обладает таким ощущением, как будто мы зрители, мы не просто зрители, мы вовлечены в это действие. А действие здесь происходит следующее. Следующее. Это автопортрет. Наверное, единственный автопортрет, который написал художник себя. И вот он стоит в процессе письма. Вот какая-то огромная картина, которую он пишет. И вопрос у нас задаётся следующий. А кого он пишет? Ну, он явно пишет не маленькую инфанту с её фрейлинами и нянями и собакой. Вот явно не их пишет. Он пишет кого-то, кто находится позади нас, позади зрителей. Потому что мы находимся внутри этой композиции. И понимаем, что есть кто-то, кто находится позади нас, кого художник отображает на своём полотне. И отображает он здесь короля и королеву, которые отражаются на стене в зеркале. Вот король и королева. И такое ощущение, что мы становимся рядышком с этими фрейлинами, вот глядя на эту картину. Мы рядом с ними, мы смотрим, это невероятные ткани, они так выписаны были. Это взгляд девушки, маленькой этой девочки. Фрейлина присела на колени и подаёт блюдечку с чашечкой, с водичкой. Потому что сами инфанты и королевы не имели права взять. Вот захотелось им попить, взяли, чашку выпили. Нет, им обязательно были приставлены фрейлины, которые обязательно должны подавать. Именно это подаёт чашечку. А это фрейлина подаёт рубашечку. А это там ещё что-то. И самое интересное, что если в этот момент заходит в помещение, в комнату фрейлина какого-то другого, выше статуса, это отошло в сторону, и право подать королеве рубашку предоставляется другой фрейлине. И королева пока дождётся, чтобы ей подали рубашку, исходя из этого сумасшедшего церемониала, который существовал. Ну вот так было при дворе. Вот карлица, её выписали из Германии, и она потом, впоследствии её наградили там и орденом каким-то. Она на самом деле очень благоприятно воздействовала на воспитание детей, инфант. И вот мы становимся внутри этой композиции и наблюдаем за тем, что происходит. Вообще фрейлины или менины называется эта работа. Это как, знаете, застывшее мгновение, и мы являемся свидетелями этого мгновения. Это уникально. Удивительно ещё то, что вообще королева и король никогда не были написаны на одном портрете вместе. Они всегда были написаны врозь.